Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир телеканала РГВК «Дагестан» продолжает передачу «Наши дети». С вами я, ее ведущая, Зарипат Курамагамедова. Мы благодарим наших постоянных партнеров, детский развлекательный клуб «Айсберг» за содействие в организации съемок. А в гостях у нас сегодня обладатели Грам-при международного фестиваля-конкурса памяти народного артиста Российской Федерации Хашира Дашуева «Дети Кавказа». Дорогие друзья, рядом со мной сидит художественный руководитель этого замечательного ансамбля, председатель Союза хореографов Дагестана Казимова Майрам Висаловна. Мария Майрам Висаловна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о том, каким был для вас 2016 год. Начало 2016 года ознаменовалось первым конкурсом имени памяти Хашира Дашуева в городе Нальчике. Мы заняли там призовые места. Затем в течение всего учебного года мы плодотворно работали, выступали на разных сценических площадках и закончили учебный год выездом в Москву на финал чемпионата России по народным танцам, где мы взяли второе место, заработали серебряную медаль. Мария Майрам Висаловна, каждый год вы представляете что-то яркое, необычное. Что такого было интересного в 2016 году? Ну, скорее всего, это были классические балетные партии. Это действительно для Дагестана не новый вид искусства, классическое направление, но в целом больше работали над таким репертуаром. Вы говорите о классических танцах. Пользуются ли они популярностью у дагестанских детей, у дагестанских родителей? Последнее время в столице нашей города, в городе Махачкала, открылось огромное количество школ, где именно востребован... Видите, они не пишут классические танцы, они пишут балет. Я так полагаю, что он востребован. Это всегда зрелищно, это всегда необычно. Я думаю, что, в принципе, дагестанские дети и зрители сыты танцами народов Дагестана, лезгинкой. Как-то уже чувствуется в обществе, что оно подходит к тому, чтобы деток учить более, чем-то более высокому искусству. Такие классические есть образцы витаницы. Раз мы заговорили о классическом жанре, предлагаю посмотреть хореографическую композицию в исполнении ваших воспитанников. КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Казимова Майрам Висаловна, художественный руководитель детско-юношеского ансамбля танца «Дети Кавказа». Майрам Висаловна, расскажите немного о том, какие еще танцы в этом жанре у вас есть в репертуаре. Представили очень много различных сольных партий. Это и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, это и вариация Лизы из балета «Четная предосторожность». Монолог Ники из балета «Байдерка», «Амтре Китри» – этих вариаций очень много. Практически их уже собрано более 12 женских вариаций, плюс трио и мини-балет, мини-спектакль «Дорога в мечту». То есть у вас есть целая программа классического жанра? В целом у нас в программе за 12 лет нашего существования, нашего коллектива, ансамбля «Дети Кавказа», у нас более 65 танцев в программе. Вот вы выезжаете на конкурсы с таким богатым репертуаром классических танцев. Скажите, принимается как должное, что Дагестан представляет именно такой вид искусства? Я вам хочу сказать, вот этот конкурс 2017 года, второй, но уже международный по статусу памяти Хашира Адашуева, первого педагога, за что, конечно, огромный низкий поклон руководителю академического ансамбля танца «Кабардинга» Игорю Атабиеву за то, что они увековечили память первого своего педагога. Я с этим призывом приехала и в Махачкалу, чтобы увековечить память Казима Абасовича Манафова. И, в принципе, в этом нашла поддержку своих коллег. И когда мы выезжали в этом году на этот конкурс, было очень, как вам сказать, не постесняясь сказать, что мы побоялись Эльдаром Зайна Диновичем. Почему? Потому что в прошлом учебном году, завершив, так сказать, наш творческий десант в Москву на чемпионат, мы попрощались более чем с 18 участниками ансамбля, которые, детки, которые отдали этому ансамблю 8, 10 и 11 лет своей, так сказать, творческой жизни в ансамбле. Когда такие дети уходят, вы не задаетесь вопросом, как восполнить этот ресурс? Ведь это ребята, которые солируют, берут на себя такую нагрузку. Один и тот же вопрос. Что делать? Ну, что делать? Работать. И мы набрали, так сказать, из всех малышей в возрасте от 5 лет и повезли, рискнули. Но на это было затрачено огромное количество сил. Сил педагогических, сил родительских, сил детей. То есть мы проработали, ведь конкурс состоялся 7 января. Это, в принципе, каникулярное было время, на что нам, так сказать, Всевышний помог. И мы все каникулы проработали, не выходя из этих залов. Вот, работали все абсолютно. Поэтому вот такой и результат. Я хочу сказать, что детки были, конечно, на высоком уровне. И надо сказать, что нас принимали так. Мы поехали с программой в различных жанрах и повезли 11 номеров. 11 номеров. Пять из них классических было. Два было народных танца. Дебют на ЛЦ для малышей шестилеток. И стилизованный, бальный танец и стилизованный танец современный. Конечно, жюри довольно-таки высокого класса и международного класса, они оценили то, что как-то вот для них было немножко непонятно, как это Дагестан и классический танец. И одна партия интереснее другой. Спрашивают, а как? Я говорю, ну, в принципе, любая классическая партия, и хореографическая партия в танцевальной, независимо от классического или нет, она подбирается индивидуально, для каждого отдельно. То есть, если бы я на вас поставила бы танец, то, например, очень характерный какой-нибудь такой, знаете. А есть девочки, у которых прекрасные руки, значит, надо что-то акцент сделать на ручках. Ну, то есть, каждый индивидуален. Это нереальный труд. Я вот понимаю это со стороны. Есть ли понимание родителей? Это же силы, это время, это средства. Я хочу вам сказать, у меня просто замечательные родители. Иногда такое еще не бывает, что они мои родители. Любой, мама, папа, они искренне заинтересованы в том, чтобы их дети обучались искусству танца. И, конечно, без них, без их вложения, как материального, так и, так сказать, нравственного, я бы, например, не справилась. Никак. Мария Мисаловна, подошло время посмотреть очередную композицию, а подводку к нему сделает ваш верный помощник Ильдар Мустафаев. Мы хотели бы предоставить вам возможность просмотреть тот танец, который мы предоставляли в Нальчике на конкурсе. Стилизованный танец под названием «Современно-кавказский перепляс». Суть этого танца заключается в том, что я как бы в этом танце показал направление жанра классического танца, народно-сценического танца, кавказского танца, где присутствуют, как сказать, элементы именно всех направлений, где присутствуют уанты классического направления, народно-сценического, где есть дроби, кувырки, колесо. Современное направление, где присутствует именно стилизация, те движения, которые мы их развиваем, как бы кавказские движения немножко переделываем на лад современной тематики. И вот поэтому пошло само название «Современно-кавказский перепляс», где мы показываем именно весь жанр хореографического искусства. «Современно-кавказский» «Современно-кавказский» «Современно-к Å Субтитры подогнал «Симон» 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 « аккуmos» «Симон» Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, время нашего эфира подходит к концу, и поэтому напоследок хочется спросить, Майрана Виссаловна, что бы вам хотелось пожелать нашим телезрителям, вашим родителям, ну и вашим воспитанникам? Всем, конечно, хотелось пожелать и коллегам, и деткам, и родителям огромных творческих успехов, терпения и здоровья. Дорогие друзья, это была Майрана Виссаловна и ее замечательный коллектив «Дети Кавказа». Если вы пропустили какой-то момент или хотите посмотреть передачу еще раз, это можно сделать на официальном сайте нашей телекомпании по адресу www.rgvk.tv.ru Я с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире. Любите и берегите детей. Субтитры создавал DimaTorzok